Финский залив Георгий Жуков, отвлечь на себя силы противника и сдержать его наступление. Солдаты выполнили приказ ценой своих жизней. Все участники Стрельницко-Петерговской операции, а это около полутора тысяч человек, погибли. Известно, как бы поступил кто-то из нас, оказавшись на месте тех же самых руководителей, которые были на месте командующих фронтами. Обстановка не позволяла. Тогда была каждая минута дорого. Поэтому то, что они не прорвали, но не отвлекли от себя силы противника, они уменьшили темпы наступления. Примерить форму, в которой, несмотря на дождь и сильный ветер, солдаты шли в наступление, вызвались больше сотни реконструкторов. Они уверены, ни учебники, ни исторические книги и фильмы не помогают осознать, на что приходится идти бойцам и как ковалась победа. Кто сильнее, у кого больше героизма, у кого больше мужества. Ребята, которые шли тогда высаживались, они знали, что они все погибнут. Несмотря на героизм стрельницких десантников, командующие посчитали операцию проваленной. Поэтому о ней долгое время старались не вспоминать. Лишь пять лет назад на территории Дворца Конгресса впервые прошла траурная церемония с возложением цветов и шествием. С тех пор она стала ежегодной. В этот раз в ней по традиции приняли участие курсанты Института внутренних войск, студенты университета имени адмирала Макарова, морские пехотинцы, а также жители Петродворцового района.